Приветствую вас. Я вот хотел бы уточнить, вы обращаете к нам свой запрос в том смысле, чтобы мы сказали вам, что происходит с другим человеком, которого мы не знаем. Правильно? Я вас понял. Потому что если так, то нет. Этого сделать мы не можем. Сказать, что происходит с ним, мы не можем. Мы, если честно, и сказать, что с вами до конца сейчас все происходит, тоже не можем. Потому что мы вас не знаем. Мы знаем вашу историю. И предположительно, я могу только предположить, что у вас зависимость. У вас зависимость любовная от этой мышки. Потому что, ну вот, вы пишите, что полгода, значит, у вас остались чувства. То есть полгода вы были обманены, с кем не встречались, получается, у вас остались чувства. Потому что вы пишите, что у вас, ну, достаточно сильно. Вот. На это указывает то, что вы его, как говорится, очень сильно любили жизни, без него не представляла. Вот. И, как бы, действует, что, ну, совершенно очевидно, что молодой человек стал для вас своего рода заменой смысл жизни. Получается. Получается. Так. И это довольно важный момент, как мне кажется. А вы не сможете выстраивать гармоничные отношения, основанные на ревности и на том, что он для вас единственный смысл жизни, и что для него вы свою жизнь не представляете. Нет, конечно, это хорошо, что человек важен для вас, это здорово, и что вы его оцените, это здорово, что вы его, ну, что вы его, что вы дорожите. Но, помимо него, у вас, мне кажется, должно быть что-то еще. Помимо него. А у вас этого нет. Знаете, в чем штука? 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 И вот, то, что этого нет у вас, и обуславливает, обуславливает все ваши трудности, которые есть у вас сейчас. Да. Знаете, вам именно, вам именно поэтому, так, чуть-чуть, чуть-чуть, трудно. Именно поэтому вы его пытаетесь понять. Не себя, а его. И это очень важный момент, как мне кажется. Важный момент, в первую очередь, для вас, вот, чтобы вы лучше себя понимали, чтобы вы лучше, может быть, в себе разбирались, чтобы вы лучше, может быть, себя чувствовали, и так далее. Вот. Вот в чем, как бы, здесь суть. Вот в чем здесь история. Поэтому, хочу, чтобы вы обратили внимание на этот момент. На момент, что сейчас, на данное время, вы слишком сильно зависли от человека. Слишком сильно он вам вас. Без него вы своей жизни не представляете. На него, вы, иными словами, вы предлагаете ответственность за свою жизнь сейчас. А это очень тяжело, это очень давяще, давяще для любого человека. Не только для, ну, вот, в общем, для, условно, мужчины. Вот, соответственно, на это я бы хотел обратить ваше внимание. Мне кажется, что это очень важно. То есть, иными словами, вам, на мой взгляд, нужно, ээээ, не его пытаться понять, а в себе разбираться. Свои значимости, значимости для вас. Вот. В отношениях, эээ, которые, эээ, ну, собственно, вы с ним, вот, ну, выстраиваете. Да? И дальше, уже, можно будет о чем-то говорить. А пока, что эта история, ну, вот, она, к сожалению, эта история больше про вас, как человека, ну, который, вот, не может, ээээ, без другого находиться. В отношениях. Вот. И мужчина это знает. Мужчина это чувствует. И у него появляется возможность, вами пользоваться. Вот. Не потому, что он такой плохой, а потому, что вы сами представляете ему для этого возможности. Он вас пошла, вы пошли. Вот. Он вас пригласил, вы пошли. Вот. Понимаете? То есть, как бы, ценности ваша, человек, вероятно, что вы не чувствует. Объяснил. 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 Сложно воспринимать партнера. И сложно бояться его потерять. А в том, что он вас запросил. А в том, что он вас соревновал. Потом может стать все равно. Вам достаточно жестокий получается урок преподнесла жизнь, преподнялся опыт, но может быть это, то что вы обратились сейчас к психологу, может быть это все могло бы позволить вам вырасти и лучше себя чувствовать, лучше себя осознавать. Потому что сейчас, вероятно, вы этого в полном мире не делаете. Сейчас вам это, вероятно, трудно дается. Кроме того, есть важный момент. Есть главный момент, касающийся того, что у вас травма. То есть вы остались с младим человеком, а это, скорее всего, травмировало. Вот, и травму, вероятно, вы не просили, судя по тому, что вы описываете. Соответственно, мне кажется, что наша задача помочь вам травму просить, чтобы она вас вот, ну, не беспокоила, чтобы она вас не мучила, чтобы она вас не тревожила и так далее. Вот. Понимаете? Понимаете? Я надеюсь. Вот. Это важный момент, важный момент. Достаточно здесь. Значит, с этим нужно работать. Вполне вероятно, что, поработав с этим, вы смогли бы более качественно устраивать отношения с молодым человеком. Не только с этим, но и вообще с молодыми людьми в целом. Вот. И, вероятно, заметили бы, опять же, что не в молодом человеке как таковом деле, а вот дело, точнее, вам. Важно не путать причину и следствие. Вот. Очень важно не путать эти вот, эти две вещи. А вы, как мне кажется, сейчас вот, к сожалению, путаете эти две истории. Вот. И вот, наверное, больнее всего признать, что, ну, что нельзя как-то вот заставить человека делать то, что, например, он не хочет делать. Нельзя заставить человека поступать так, как он не хочет. Нельзя заставить человека действовать так, как хотите вы. Вот. Это больнее всего признать. Ну, это легче, когда, например, вы полагаетесь на себя. И это сложнее, когда вы на себя не полагаетесь. Это гораздо сложнее. По вполне себе понятным причинам, по вполне себе понятным основаниям. Вот. Поэтому, я надеюсь, что для себя, вот, какие-то выводы вы сделаете. Я надеюсь, что пишет размышления я вам дал. Надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Надеюсь, что вы подумаете. Вот. Надеюсь, что даже если с чем-то, ну, с чем-то вы не согласны, а это, в принципе, история вполне нормальная. Я надеюсь, что, даже если вы с чем-то не согласны, вы все равно, ну, постарайтесь обратить, ну, внимание на, то, что я сказал, вот, и постарайтесь, ну, как-то, вот, сделать из этого вывода, вот, потому что от этого зависит, ну, вот, по сути, по сути, ваше, ну, дальнейшее выстраивание отношений с людьми, вот. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, вот, позволит вам двигаться дальше. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, хочу пожелать вам удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена и вы не переставали думать о молодом человеке, да, не переставали испытывать к нему какие-то теплые, светлые чувства. И вы все же больше будете уделять внимание именно себе, вот. Потому что без этого вам отношения построить любые будут. Ну, и мне кажется, что в какой-то степени предстоит вам принять мысль, что отношения могут быть не навсегда, и что человек может быть не навсегда. Вот, что это, конечно, хорошо и здорово, когда люди встречаются один раз в нашу жизнь, но бывает и не так. Тоже, вот, бывает и по-другому, и в этой ситуации, что делать, понимаете, в этой ситуации как жить. Вот тут-то вот и приходят на помощь. Как раз тут эта вот история, когда вам нужно оторваться на себя. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь сюда, помощь вам она, судя по всему, нужна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.